МОИ СЛОВА, ЖЕМЧУЖНЫЙ ВОДОМЁТ В воспоминаниях об Андрея Белом о заглавленных пленный дух многозначному таланту поэта Марина Цветаева поставила в соответствие ряд неоднозначных оценок. И ещё, что ему было Марина Ивановна и даже Марина, когда он даже собственным ни Борисом, ни Андреем себя не ощутил, ни с одним из них себя не отождествил, ни в одном из них себя не узнал, так и прокачался всю жизнь между наречённым Борисом и сотворённым Андреем, отзываясь только на «я». Двойственность его не только сказалась на Борисе Николаевиче Бугаеве и Андрея Белом. Она была вызвана им. С кем говорите? «Со мной» Борисом Николаевичем или «Со мной» Андреем Белым? Конечно. И каждый пишущий, и я, например, могу сказать. С кем говорите? «Со мной» Мариной Цветаевой или «мной» Мной. Я, Марина Ивановна, для себя так же не существую, как для Андрея Белого. Но и Марина «я», и Цветаева «я», значит и Марина Цветаева «я», а Белый должен бы разрываться между наречённым Борисом и самовольно осознанным Андреем. Разорвался навек. Каждый литературный псевдоним прежде всего отказ от отчества, ибо отца не включает, исключает Максим Горький, Андрей Белый, кто им отец. Каждый псевдоним подсознательно отказ от преевственности, потомственности, сыновности. Отказ от отца. Но не только от отца отказ, но и от святого, под защиту которого поставлен, и от веры, в которую был крещён, и от собственного младенчества, и от матери, звавшей Боря и никакого Андрея не знавшей. Отказ от всех корней, то ли церковных, то ли кровных. «А вам муалю делюсь» – после меня хоть потом. Я сам. Полная и страшная свобода маски, личин, не своего лица, полная безответственность и полная беззащитность. Не этого ли искал Андрей Белый у доктора Штейнера? Не отца ли, соединяя в нём и защитника земного, и заступника небесного, от которых обоих на заре своих дней столь вдохновенно и дерзновенно отрёкся? Марина Цветаева, пленный дух. Владислав Филицианович Ходосевич, которому Андрей Белый издавна чувствовал вздрог, и который казался ему порою юнцом, убежавшим из клепа, где он познакомился уже с червём, изобличал поэта с прямотой и знанием делу. Все автобиографические романы, начиная с Петербурга и кончая Москвой под ударом, полны отвратительными уродами, отчасти вымышленными, отчасти фантастически пересозданными из действительности. Борьба с ними, т.е. с носимым в душе зародышем предательства и отца убийства, сделалась на всю жизнь основной, главной, центральной темой всех романов Белого, за исключением Серебряного Голубя. Ни с революцией, ни с войной эта тема по существу не связана, и ни в каком историческом обрамлении не нуждается. Владислав Ходосевич, Андрей Белый Суровые судьи! Они же были свидетелями неистового фокстрота Андрея Белого в разных берлинских дилен танцевальных залах в 1922-м. Его фокстрот – чистейшее хрестовство, даже не свистопляска, а христопляска, Марина Цветаева. Пьяные танцы, чудовищная мимодрама, порой даже непристойная, символическое попрание лучшего в самом себе, кощунство над собой, дьявольская гримаса самому себе, Владислав Ходосевич. С хмурым лицом в пляс спустился, стараясь растопать младенческий плач, но он будто затаптывал жизнь. Андрей Белый Фантастическая пляска поэта была вызвана отчаянием после окончательного разрыва с дергоумной барышней Асей Тургеневой, увлекшейся к тому времени молодым иммажинистом, бывшим красным командиром Александром Кусиковым. Так что было с чего в оранжевом фраке орангутангом отплясывать танго. Эстрада Ряд тем. Один, два, номера, три, четыре, пять, шесть. Новый трюк. Номер семь. Тем. О, цвета мертвельного, сизостылая, синь. В ней явился мел белый, не личиком, маленькая, с кулачок, слабо дрябленький. Плоские поля шляпы вошли пером огненным, согненным и перекошенным в пении ротиком. Вот цветы бледного и сизо-синего света. Мела декламация. В окна ударится камень и врубится в двери топор. Из окон разинится пламень от шелковых кресел и штор. Фарфор изукрашенный шандал. Все, к чертовой матери, все, жестокий, железный мой, Кандал ударится в сердце. В твое, Андрей Белый, маски. Белый покойник, утверждал Лев Троцкий в газете «Правда». И ни в каком духе он не воскреснет. В литературе начала двадцатого века после рассказов Кавки прозы Леонида Андреева и Федора Сологуба отвратительные уроды романов Андрея Белого не были чрезвычайны. Кульминационные сцены его произведений жуткие, натуралистичные, исполненные надрыва, написаны на сломе психики персонажей. Это всегда взрыв, убийство, стихия, бунт против социума и себя самого. Все это граничит сумасшествием или, собственно, безумие и обнаруживает. Однако именно эти пароксизмы душевной боли и духовной безысходности соизмеряют язык художественной прозы писателя. По-другому иначе и сказать-то было нельзя. Отсюда вся сложность нарратива и метрики строк, впечатления личностной драмы рассказчика, а может, что и носимого в душе зародыша предательства и отца убийства. Сколькие с бивом таким заставляют ответчика глупо разыгрывать неисполнимую роль? Коли ты о хвосте – сади в голову, о голове – сади в хвост. Узнаёте себя, мои критики? Мои слова Мои слова – жемчужный водомёт, Средь лунных снов бесцельный, но вспенённый, Капризной птицы лёд, туманом занесённый, Мои мечты – вздыхающий обман, Ледник застывших слёз, зарёй горящий, Безумный великан, на карликов свистящий. Моя любовь – призыв на грустный звон, Что зазвучит и улетит куда-то, Неясно милый сон, уж виданный когда-то. Май 1901. Серебряный колодец Дорнах не выходил из головы. Поэт уезжал, чтобы сказать братьям-антропосохам О тяжких духовных родах, Переживаемых Россией, О страданиях многомиллионного народа. Он хотел открыть им глаза на Россию, Почитая себя послом от России к антропософии. А услышал холодное. Ну, как вела Владислав Фелицианович Ходосевич Свидетельствует. По всякому поводу он мыслью возвращался к Штейнеру. Однажды, едучи со мной в Ундергрунде И нечаянно поступая вполне по-прутковски, Русские, окружающим непонятные слова шепча на ухо, А немецкие выкрикивая на весь вагон, Он сказал – Хочется вот поехать в Дорнах, Как крикнуть доктору Штейнеру, Как уличные мальчишки кричат «Herr Doktor, sie sind ein alter Affe!» Он словно старался падать всё ниже. Как знать, может быть, и надеялся, Услышат, окликнут, Но Дорнах не снисходил от своих высот, А Белый жил, как на уголе. Свои страдания он выкрикивал в форточку, То в виде плохих стихов С редкими проблесками гениальности, То в виде бесчисленных исповедей. Он исповедовался, Выворачивая душу, кому попало. Порой полузнакомым И вовсе незнакомым людям, Соседям по табальдоту, Ночным гулякам, Смазливым пансионным горничным, Иностранным журналистам. Пол влюбился в некую Марихен, Болезненную запуганную девушку, Дочь содержателя маленькой пивной. Она смущалась чуть не до слёз, Когда Herr Professor, Ломая ей пальцы своими лапищами, Отплясывал с нею неистовые танцы, А между танцами, Осушая кружку за кружкой, Рассказывал ей Турычатушу и Пяту Визжа Всё одну и ту же запутанную историю, Которой она ничего не понимала. Замечательно, что и все эти люди, Тоже ничего не понимавшие, Заслушивались его, Чуя, что пьяненький Herr Professor, Не просто человек. Возвращаясь домой, Раздевался он до гола И опять плясал, выплясывая своё несчастье. Это длилось месяцами. Хотелось иногда пожалеть, Что у него такое неистекаемое Физическое здоровье. Уж лучше бы заболел, свалился. Владислав Ходосевич, Андрей Белый Пустой простор Рой серых сёл Маячит в голый дол. Порывы пыли, вырывы ковыли, Сюда отдай бунтующий глагол В маячащие дующие плачи. Прокопы, торчины, пески, Маячат трёпы туч на дико-сизом небе И точно скорбно скорчены лески, И точно луч на недожатом хлебе. Шатнёт листвою ёрзнувшая жуть, В пустой овраг по сорным косогорам Течёт ручей, замёрзнувшая ртуть, Мой шалый шаг в разлом пустых просторов, Страх, как в шарах мышей В пустых порах, повиснувших, Как сизый камень, в небе, Но грянет гром и станет пламень В прах ерошить мглой Свой ясно-красный гребень. 1908-1925 Совсем седой, некоторое время он жил в Цоссене Под Берлином, недалеко от кладбища, В доме какого-то гробовщика. Глаза его выцвели, Страх, тоска и тревога одолевали, Ему казалось, что за ним следят. Он боялся ночевать один, Кто знает, была ли за ним установлена слежка. Сдвиги в психике замечали многие Слежку – один белый. Губа – принадлежность едальная. Фейерверк слов ней – откуда? Эмиграция желала провозгласить его По крайней мере, если не королем символизма, То новым русским Гоголем. Красные наркомы желали видеть его Снова в России, ведь если бы не удалось Сделать из белого красного Кушкина, То у эмиграции хотя бы не стало своего Гоголя. Он, стало быть, только во сне Пережил мировую культуру Из дебри своей до потопной иль, До исторической бездни, мой батюшка, Мы в ледниковом периоде, Где еще снится кредит? Пока что. Сон о том, что какая-то, Черт побери, есть культура. Опять точно молния. Память о памяти. Рот был заклепан. Нет, нет, миллионоголовое горло Не жерло орудий, Рыкало опять на него Из-под слов Голзакова. Не жерло орудий, Которыми брюхи и груди рвались, И от мертвого поля Вставала она, голова перетерзанного. Не его рот заклепан, А мир есть заклепанный рот. Андрей Белый, Маски. Меланхолия. Пшику. Пустеют к утру ресторан, Атласами своими феи шушукают, Ревет орган, тарелками гремят лакеи Меж кабинетами. Как тень брожу в дымнотекущей сети, Уж скоро золотистый день Ударится об окна эти, Пересечет перстами гарь, На зеркале блеснет алмазом, Там газовый в окне фонарь Огнистым дозирает глазом. Над городом встают с земли Над улицами клубы гари, Вдали над головой, Вдали обрывки безответных арий. И жил, и умирал в тоске, Рыдания не обнаружив. Там отблески на потолке гирлянды И воздушных кружев протянутся, И все на миг зажжется желтоватым светом. Там в зеркале стоит двойник, Там вырезанным силуэтом приблизится, Кивает мне, ломает в безысходной муке В зеркальной, в ясной глубине Свои протянутые руки. 1904. Москва. Ленинская новая экономическая политика, Задачи просвещения и налаживания жизни В стране общественной стыдливости, Нашедшей выход из ужаса социальных потрясений И гражданской войны, Востребовали образованных мужей. Вернуть Белого надо было во что бы то ни стало. Личное его одиночество, Потребность работать на родине, Общаться с читающей публикой Играли на руку большевикам. Миссию возвращения поэта в родные пенаты Председатель коллегии ВЧК ГПУ Минжинский Возложил на давнюю поклонницу поэта Клавдию Николаевну Васильевну. Она беспрепятственно выехала в Берлин И с первого свидания принялась Убеждать короля символизма, Что его ждет вся Россия. Новое поколение читателей Жаждет видеть великого русского писателя И слышать его пророческое слово. Андрей Белый обратился в советское консульство С просьбой разрешить ему въезд в Россию. 1 августа 1923-го Телеграмма за подписью Наркомпроса Луначарского Уведомила, что въезд разрешен. И вот, глядя мечтательно в ту бескрайность тумана, Государственный человек из чёрного куба кареты Вдруг расширился во все стороны И над ней воспарил. И ему захотелось, чтоб вперёд пролетела карета, Чтоб проспекты летели навстречу За проспектом проспект, Чтоб вся сферическая поверхность планеты Оказалась охваченной, как змеиными кольцами Черновато-серыми домовыми кубами. Чтобы вся проспектами прикинснутая земля В линейном космическом беге Пересекла бы необъятность прямолинейным законам. Чтобы сеть параллельных проспектов, Пересечённая сетью проспектов, Мировые бы ширилась бездны Плоскостями квадратов и кубов. По квадрату на обывателя. Чтобы… чтобы… После линии всех симметричностей Успокаивала его фигура. Квадрат. Андрей Белый. Петербург. Христос воскрес! Страна моя, есть могила, Простершая бледный крест В суровые своды неба. И в неизвестности мест. Обвили убогие местности Бедный убогий крест, В сухие строгие колосья хлеба Выторачивающие окрест. Святое, пустое место В святыне твои сыны. Россия, ты ныне невеста, Приемли весть весны. Земли прордейте цветами И прозеленейте берёзами. Есть воскресенье, с нами спасенье, И сходит огромными розами Прорастающий крест. О прощании и последнем Привете Андрея Белого из Берлина Вспоминала Марина Цветаева. Но был ещё один привет, последний, И прощание всё-таки было, И какое Беловское! В ноябре 1923 года Вопль, письменный вопль В четыре страницы Из Берлина в Прагу. Голубушка, родная, только вы, Только к вам Найдите комнату рядом, Где бы вы ни были рядом, Я не буду мешать, Я не буду заходить, Мне только нужно знать, Что за стеной живое, Живое тепло. Вы, я измучен, Я истерзан, К вам под крыло, И так далее, и так далее. Полные четыре страницы Лирического вопля В перемешку С младенчески беспомощными, Практическими указаниями, И даже описаниями Вожделенной комнаты, Чтобы был стол, Чтобы этот стол стоял, Чтобы было окно, Куда глядеть, И если возможно не в стену Квартирного дома, Но если моё В такую стену, То пусть и его, Ничего, Лишь бы рядом. Моя жизнь, Этот год кошмар, Вы моё единственное спасение, Сделайте чудо, Устройте, Укройте, Найдите, Найдите комнату. Тотчас же ответила ему, Что комната имеется Рядом со мной На высоком Пражском холму Смихови, Что из окна Деревья и просторы, Косогоры, Абраги, Старики и ребята Пускают змеев, Что и мы будем пускать, Что слоним, Почти наверное, Устроят ему Чешскую стипендию В тысячу крон, Ежемесячно, Что обедать будем вместе И никогда не будем есть овса, Что заходить будет, Когда захочет, И даже если захочет не выходить, Ибо он мне дороже дорогого И роднее родного, Что в Праге археологическое светило Восьмидесятилетний Кондаков, Что у меня кроме Кондакова есть друзья, Которых я ему подарю, И даже, Если нужно, Отдам в рабство, Чего не написала, Все написала, Комната ждала, Чешская стипендия ждала, И чехи ждали, И друзья, Обреченные на рабство, Ждали, И я ждала. Через несколько дней, Раскрывший руль, Читаю в отделе хроники, Что такого-то ноября 1923 года Отбыл в Советскую Россию Писатель Андрей Белый. Такое-то ноября было таким-то ноября, Его вопля ко мне, То есть уехал он именно в тот день, Когда писал ко мне То письмо в Прагу, Может быть, Вечер того же дня. Марина Цветаева, Пленный дух. И я вернулся в Москву С решением Мне быть в России. Из письма Андрея Белого Разумнику Васильевичу Иванову Разумнику. Не Петербург, Не Москва, Россия, Россия и не Скотопригоневск, Не город Передонова, Россия не городок Акуров, Не Лихов, Россия – это Остапово, Окруженное пространствами, И эти пространства – Не лихие пространства, Это ясные, Как день Божий, Лучезарные поляны. Андрей Белый, Трагедия творчества, Достоевский и Толстой. Знаки зодиака Строят нам судьбу, Всякая собака лает на луну, Истины двоякой корень есть во всём, В корне взять собаку, Не дерись с котом. Андрей Белый, Маски Перед самым отправлением поезда В страну-могилу Поэт выпрыгнул из вагона с криком «Нет! Не сейчас! Не сейчас!» Это было одно из его пророческих озарений. Его втянули в вагон уже на ходу. Он знал. «Вы думаете, что гибель России Подготовляется нам в уповании Социального равенства?» Как бы не так? Нас хотят просто-напросто Принести в жертву дьяволу. Андрей Белый, Петербург Отчаяние Безобразовый Весёлый искромётный лёд, Но сердце ледянистый слиток, Пусть вьюга белоцвет метёт, Взревёт и развернёт свой слиток. Срывается, кипит сугроб, Пурговым кружевом клокочет, Пургой окуривает лоб, Зовьётся в ночь и прохохочет. Двойник мой гонится за мной. Он на заборе промелькает, Скользнёт вдоль хладной мостовой И, удлинившись, вдруг истает. Душа, остановись, Замри, Слепите снеговые хлопья, Вонзайте в небо фонари, Лучей наточенные копья. Отсветших, отгоревших дней Осталась песня недопета, Плешите уличных огней На скользких плитах Иглы света. 1904. Москва А в это время В Москве поэты, художники, режиссёры и критики Дрались за свою веру в искусство С фанатизмом первых крестоносцев. Трибуны для ораторов стояли в консерватории, В колонном зале бывшего благородного собрания, В политехническом музее, В трёх поэтических кафе И на сценах государственных театров В дни, свободные от спектакля. Народные комиссары первого в мире Социалистического государства И среброволосые мэтры российского символизма Брюсов, Бальмонт и Андрей Белый Самозабвенно спорили с юношами-поэтами Из Пензы и Рязани, Возглашавшими эру образа И не менее горячо С несовершеннолетними поэтессами И знахичевани, верующими в ничего. Анатолий Мариенгов Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги. В ком нет игры, тот едва ли способен к культуре. 14 января 1924 года На сцене театра Всеволода Мирхольда Андрей Белый был освистом. Так его встретила московская революционная молодёжь. Ничего-ки и ничего-делы. Бледный, ведь жатый, поэт стоял за лекторским столом и не мог вымолвить ни слова. Волосы дыбом. Ум дыбом. От этого волосы дыбом. В тот период пришлось ему развивать парадоксальнейшую теорию о необходимости разрушить культуру. Потому что период истории изжитого гуманизма закончен. И культурная история теперь стоит перед нами как выветренный трюхляк. Наступает период здорового зверства, пробивающийся из тёмного народного низа, хулиганства, буйства опаши. Из аристократических верхов, бунт искусств против установленных форм, любовь к примитивной культуре, экзотика. И самой буржуазии, восточные дамские моды, кэкуок, негрский танец, 38 и далее. Александр Иванович в эту пору проповедовал сожжение библиотек, университетов, музеев. Проповедовал он и призвание монголов, впоследствии и испугался монголов. Все явления современности разделялись им на две категории – на признаки уже изжитой культуры и на здоровое варварство, принужденное пока таиться под маскою утонченности – явления Ницше и Ипсена. И под эту маскою заражать сердца хаосом, уже тайно взывающим в душах. Александр Иванович приглашал поснять маски и открыто быть с хаосом. Помнится, это же он проповедовал и тогда, в Гельсенфоргской кофейне. И когда его кто-то спросил, как отнесся бы он к сатанизму, он ответил – в христианство изжито, в сатанизме есть грубое поклонение фетишу, то есть здоровое варварство. Андрей Белый, Петербург Русь Поля мои скудные земли, Вон там преисполнены скорби, Холмами пространства вдали, Из горби равнины, из горби. Косматы далёкий дымок, Косматы вдалях деревни, Туманов косматы поток, Просторы голодных губерний, Просторов простёртая рать, В пространствах таятся пространства. Россия, куда мне бежать? От голода моро и пьянства, От голода холода тут, И мёрли, и мрут миллионы, Покойников ждали и ждут Пологие скорбные склоны, Там смерть протрубила вдали, В лесах города и деревни, В поля мои скудные земли, В просторы голодных губерний. 1908. Серебряный колодец Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok